Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Я не против, но не хочется выбрасывать свои денежки крёвные, которые я зарабатываю. Вот так вот. Раз. Подождите, вы являетесь заёмщиком банка трасс. А я же что? У вас кредит ещё. У вас кредит ещё. Будет? Сейчас я вам скажу, до какого года. До девятнадцатого вам ещё платить. До двадцатого. Так как, вот у меня, смотрите, у меня у знакомых моих такой называемый банк Енисей. Слышали? Енисей. Они тоже платили, платили, а потом этот Енисей медным тазиком накрылся. И получается, в никуда платили. Я не хочу оказаться на... Вот вы мне дайте доказательства. Ну, во-первых, что вы из банка, а во-вторых, что банк трасс крепко стоит на своих ногах. На собственных. А вас не должно вообще как бы интересовать, как банк трасс стоит никуда. Хорошо, хорошо. Ладно, опустим этот вопрос. Верия Анатольевич, вы обязаны выплатить. Хорошо, опустим тогда этот вопрос. Тогда, как вы докажете... Первый вопрос, вернёмся, он для меня главнее. Как вы докажете, что вы из банка? Я никак не буду вам докажать. А почему я тогда с вами должен разговор поддержать? А может быть, вы какой-нибудь трой, знаете, вот в связи с моей деятельностью научной. Мне постоянно звонят всякие и предлагают мне хомяков, крыс оптом покупать. Ну, я биолог, химик, если вы знаете. Ну, мне это неинтересно. Так вот, а вдруг вы тоже самое, понимаете? Тот же самый человек. Пойду сейчас платить, время свое тратить с лаборатории и закрывать. Вы знаете, сколько... ...конструктивному разговору. А как? Давайте тогда попрощаемся. Ага, давайте как человек, как интеллигентный человек, интеллигентному человеку, мы определимся с вами, что по-вашему конструктивный диалог и что он на самом деле означает, конструктивный диалог. Конструктивный диалог, это когда мы с вами общаемся с диалогом, прежде всего. Вы не рассказываете мне про своих лягушек, тараканов и чем вы занимаетесь. Ой, я вам про лягушек и тараканов вообще ни слова не говорю. Кролики. Вы можете меня дослушать? Так, слушаю вас, да. Ну, чтобы сразу асинею не несли, поэтому я и говорю вот так вот. Нет, мы разговариваем по поводу вашего кредитного договора и ваших обязательств перед банком, Валерия Анатольевна. Я вас правильно понял. Позвольте резюмировать. Позвольте резюмировать. То есть вы считаете, что конструктивный диалог, это диалог в первую очередь, но в этом диалоге ведущую... Во-во-во-во, подтверждение. Ведущую роль должны занимать вы, именно вы. Так, как вам кто-то сказал, что вы великий и ужасный злодей Бармалей, работающий в банке по утрам. Нет, я не согласен. Конструктивный диалог подразумевает равные позиции переговорщиков. То есть... Всего доброго вам, Валерия Анатольевна. А, не согласны конструктивно общаться, да? Я фиксирую вам отказ. Отказ? А вы даже... Вы не волнуйтесь, самое главное. И тогда у вас слова будут получаться. Я не волнуюсь. Что же вы тогда слова ковекаете? И вы из-за этого волны... Вы просто не перебиваете. Я не даю вам навязать свою точку зрения. Я человек интеллигентный. Какую свою точку зрения? Но я же чувствую по интонации. Вот видите, вы не даете тоже мне ничего сказать, потому что вы боитесь, что я аргументированно буду выражаться. В отличие от вас. Как вы аргументированно выражаете? Я пытаюсь вам это продемонстрировать. Но вы, в свою очередь, изо всех сил пытаетесь уйти. Сказать про свою работу вы хотите? Нет, я хочу... Или что? Мне это не интересно. Ну, если вам это не интересно, тогда мы хотели с вами разобраться, что такое конструктивный диалог, душа моя. И вы сказали, что это диалог. И тут я с вами согласен. И в то же время демонстрируйте полное отсутствие конструктивизма. Валерий Анатольевич, я вам позвонила переговорить по поводу вашей просроченной задолженности в банке. Почему вы ее не оплачиваете? Это не переговорила. Это вы испытываете у меня. Я вас и спросил. Я вас и спросил. Как вы докажете, что вы сотрудник банка? Вы будете со мной разговаривать в параллель? А, я слышал такие фразы уже. Это у вас в методичках так написано. Почему-то вы думаете, что это должно испугать собеседника. Вы будете со мной разговаривать в параллель? А как это? Что это? Давайте и этот термин обсудим, душа моя. Хорошо, термины с вами решать я не буду. Обсуждать тоже. На тему вашей кредитной задолженности, Валерий Анатольевич, вы разговаривать не хотите. Уходите от разговора. Не, не хочу. Разговаривать у нас с вами записался. Куда записался? Куда записался наш разговор? Валерий Анатольевич, на основании этого разговора. Так. Я делаю выводы, и банк будет расцениваться. А, слава богу, что вы делаете. Отказ от оплаты, Валерий Анатольевич. Что он там расценивает? А я расцениваю, что вы не сотрудник банка. Вы даже не удосужились мне это... Валерий Анатольевич, отлично. Кузнецова Дмитрия, компания Алям. Я его очень... Всего доброго. Регуля... Да что, я понимаю, что вам нельзя трубку класть первую, потому что вам не зачтется этот разговор. Ну ладно, вы послушайте. Вот в этой связи я буду злоупотреблять вашим вот этим вот беспомощным состоянием. Алло. Всего доброго вам. А, вы еще на месте. Так вот, канал Кузнецова Дмитрия, компания Алям. Я ему с завидной регулярностью поставляю ролики, переговоры со своими взыскателями. У меня есть псевдоним творческий. Гирпес Адольфович. Вот. Еще меня там называют... Мы с вами, Валерий Анатольевич, послушайте. У нас с вами разговор неконструктивный, поэтому мы с вами прощаемся. Всего доброго. Ну и кладите, ты, душа моя, кладите. Ну что, друзья мои, здравствуйте. Привет вам от Гирпеса Адольфовича, кто соскучился. Он вышел с отпуска. Сейчас будет регулярно нам, как вы слышали, выдавать свои переговоры. Ну что, здесь комментировать я ничего не буду. Немного комедии, немного отдыха, немного юмора после... предыдущего ужасно тяжелого ролика о человеке, который решает судьбы всех и всех и всегда. Ну, знаете, наверное, о чем я говорю. Предыдущий ролик посмотрите, если кто не видел. Так вот, друзья, в описании нашего вот этого ролика и всех остальных есть подробнейшая информация, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Именно там выложены все цены. Именно там рассказывается, как правильно выйти с нами на связь. Что сделать для того, чтобы мы вам позвонили. Не нужно набирать телефон в углу на нашем сайте. Ребят, не нужно. Он указан для того, чтобы вы его там записали и, скажем так, контакты добавили. И когда вы зарегистрируетесь, мы вам будем звонить, и вы увидите, что звонят юристы компании Алям. И не сбросите или не пропустите его. Перезванивать нам не нужно. Дозвониться в наш колл-центр очень тяжело, практически нереально. Почему, наверное, объяснять не надо. Большой, огромный поток исходящих звонков. Мы работаем в том формате, что сами перезваниваем людям. Поэтому здесь не пытайтесь. Кому понравился ролик, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, кто этого не сделал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на группу. Также в описании ролика. Все ролики на YouTube дублируются, естественно, в группе нашей. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Всего вам хорошего. До свидания.